Привет, друзья! И опять о ГАЗе. И опять о ГАЗе, о Путине, о Газпроме, России. Итак, я только сегодня рассказывал о том, что немцы устами лидера зеленых заявили, что это лидер зеленых в парламенте. Это не шутка, это в принципе кандидат на пост канцлера. Я не знаю, она пройдет не она, скорее всего будет все-таки другой человек, но тем не менее это лидер, скажем так, второй партии коалиции. Поэтому она заявила о том, что... Фамилия Бербек. Так вот, заявила она о том, что Путин, как игрок в покер, очень грамотно поднимает ставки, что касается цены на ГАЗ. И делает, производит практически все такие действия, которые поднимают в Европе эту самую цену. То есть, создает искусственный дефицит газа в Европе своими действиями, пытаясь добиться двух целей. Первая. Это первая цель, значит, такова, что просто тупо поднимается цена. Вторая цель. Вынуждает Европу как можно быстрее сертифицировать, а конкретно Германию. Сертифицировать и полностью, а не на 50% открыть Северный поток-2. Как мы все прекрасно знаем, Северный поток-2, даже если он будет сертифицирован, будет работать на 50% мощности. Ввиду того, что один поставщик не имеет права его полностью использовать. Это газовая директива ЕС об этом говорит. Соответственно, у ВАГ будет только 50%. Так вот, Путин выламывает Европе руки и об этом напрямую заявила в лоб, что называется. Немцы обычно очень тактично, они пытаются вот так вот заявить. То есть, не говорить это в лоб, не говорить, не сказать чего лишнего. В данной ситуации она заявила, зовут ее Анна Лена Бербик, если я не ошибаюсь. Так вот, она заявила о том, что Путин, как покерный игрок, повышает ставки и, собственно говоря, приводит к тому, что создает в Европе искусственный дефицит газа, вынуждаясь делать то, что все я сказал. Но ни одна Германия так думает. Хотя Германия локомотив, если Германия что-то говорит, так оно все и будет, поверьте мне. Но ни одна Германия такое заявляет. Например, вот шведские депутаты говорят приблизительно то же самое, просто другими словами. Но они, смысл того, что говорят шведы, абсолютно тот же самый. Это они выступили в парламенте, заявили о том, что Россия использует газ в качестве оружия, просто оружия. И использует зиму, использует газ с тем, чтобы набить себе карманы и с тем, чтобы заставить Европейский Союз принимать те решения, которые ей, России, как раз в этой ситуации и нужны. Чем вот эти вот все высказывания шведов, немцев, я уверен, что все остальные. А, Дуда заявил то же самое. Короче, поляки заявили то же самое. Практически все. Но поляки об этом предупреждали, вы понимаете. Поляки же эту канцлериху Меркель об этом предупреждали. Но она, как верная, знаете, путинская вот эта шавка, вот на цирлах же перед ним стоит и подтягивает каждому его слову. И понятно, что ее предупреждать это было до лампочки. Она, я так понимаю, что ее ждет где-то там должность в Москве, поэтому ей наплевать на все, ей наплевать на Европу, наплевать на Германию, лишь бы Путин был. Работодакет должен быть доволен. Меркельиха, судя по всему, судя по моему, она все-таки готовится отбыть на Восток. Таким образом, к чему это все приведет? А приведет это к следующему. Европа уже отказалась заключать какие-либо долгосрочные контакты с Газпромом, потому что Газпром ненадежный поставщик. Газпром использует имеющийся у него ресурс в качестве военного, фактически ресурса, в качестве средства давления на Европу. Соответственно, с ними никто не хочет иметь дело. Соответственно, они сейчас будут бешеными темпами покупать газ в Алжире, в Норвегии, еще где-нибудь, самое главное в США, потому что из США газовозами, гигантскими газовозами можно газом залить всю Европу абсолютно запросто. И, собственно говоря, президент Трамп предлагал это сделать, а то уже пришел Байден и тут начался разброд и опять-таки подлизывание Путину. При Трампе такого, заметьте, не было никогда в жизни. Несмотря на то, что Трамп его всегда называл друг Владимир, у него при Трампе друг Владимир всегда сидел по уши в санкциях и боялся нос веснуть. А вот теперь друг Владимир, которого Байден называет убийцей, расшалился. Почему? Потому что чувствует, что он безнаказан, чувствует, что Америка ослабла. И вот это мое субъективное мнение, но, по-моему, знаете, мое субъективное мнение очень часто оказывается правильным. И Путин теперь разухарился, разухабился, расшалился и почувствовал слабину в Америке. Китайцы, кстати, тоже самое почувствовали. Вот все эти трепыхания в Тайване, чтобы вы поняли, это не просто так. Ну, о Тайване я когда-нибудь запишу другое видео, потому что это отдельная история, большая. К сожалению, старание Трампа сделать что-то с Китаем завалил, с моей точки зрения, завалил сейчас Байден, который принялся умиротворять что Китай, что Россию, чего Трамп, конечно же, не делал. Он жарил и тех, и других. Но, опять-таки, мое личное мнение. Так вот, что в результате произойдет? В результате произойдет то, что Европа не будет подписывать, и она уже не подписывает договора с Газпромом. Европа будет бешеным темпом развивать поставки газа от других поставщиков. Это раз. Второе, она будет бешеными темпами наращивать производство зеленой энергии и атомной энергии, с тем, чтобы вообще полностью избавиться от углеводородов, если я так не ошибаюсь, 2030 или 2035 году у них там по плану. И, соответственно, вообще прекратить какой-либо экспорт как нефти, так и газа из России. После чего российская экономика вообще встанет, потому что она на, сколько там, 90%, 95% состоит как раз из углеводородов. Дело в том, что Россия же страна, которая ничего абсолютно не производит. Соответственно, газ и нефть, а, еще и лес и уголь. Ну, все, по-моему. Больше у них вообще ничего нет. Соответственно, что они будут делать после этого периода, мне уже непонятно. Кто у них что будет покупать. Отвалилась когда-то Украина, теперь отваливается Западная Европа. Вот к чему приводят вот такие вот неразумные игры московского карлика с большими дядями из Европы. Дай Бог, чтобы все это продолжалось в том же духе. Европа окончательно поняла, с кем имеет дело. И самое главное, уходят в небытие путинские подпевалы. Канцлер Германии, канцлер Австрии, президент Чехии, которого недавно освободили, которого сейчас будут вроде бы освобождать от должности Земана. Из-за медицинской неспособности продолжать исполнять обязанности президента. И это хорошо. Вот эти три человека, это была такая, знаете, путинская агентура, которая, с моей точки зрения, опять-таки, не хочу их все-таки называть путинской агентурой, и надеюсь, что я могу ошибаться, но с моей точки зрения, это в эти трое являли собой путинскую агентуру в Западной Европе. Надеюсь, что больше такого не повторится.